Всем привет! Я рад вас приветствовать на канале Mabu. Mabu это проект по разработке мобильных приложений. И сегодня мы поговорим о том, что же вам делать, если в Android Studio стандартный эмулятор не устанавливается. В общем-то бывают такие случаи, когда ваш ПК, скажем так, не особо новый, то есть по факту он старый. Да, на котором установлен старый процессор или старые параметры. У вас пока нет возможности купить новый ПК себе, но обучаться Android разработке хочется. И благо Android Studio, сама по себе Android Studio не очень-то требовательна к параметрам вашего компьютера. Хотя на последней версии там выкатили хорошие, скажем так, рекомендуемые системные требования. В плане там 8 гигабайт оперативки, процессор по-моему i5 или i7, что-то такое. То есть хорошие такие параметры уже требуются, но при этом на ПК, я сам тестировал даже на своем старинке ПК, последняя Android Studio, у меня там по-моему 4 гигабайта оперативки, она просто летает и хорошо работает. Но тем не менее, даже если у вас слабые параметры и у вас даже Android Studio установится и вы сможете писать код, но вы не сможете посмотреть результат того, что вы сделали, потому что, скажем так, эмулятор у вас не установится. Я имею в виду Edge сейчас под эмуляторами, я имею в виду визуальный эмулятор, нереальное устройство. Если у вас реальное устройство подключено и вы, как я, любите все, скажем так, тестировать на реальном устройстве, то тогда, в принципе, вам это видео даже не нужно. Но если у вас случилось, допустим, так, что у вас смартфон Huawei определенной модели, который не позволяет подключать с Android Studio и вы не можете подключить, и тогда у вас единственный вариант это, ну, Huawei не подключается, потому что у них там, скажем так, какие-то конфликты с компанией Google. И поэтому очень на некоторых моделях Huawei заблокировалась возможность тестировать свои приложения на реальном смартфоне Huawei. Так вот, в этом плане, в этом случае вам, у вас единственный выход это установить визуальный эмулятор, да? Но если у вас старый ПК, то визуальный эмулятор у вас не установится. Вот такая вот проблема, из которой кажется, кажется, что из-за этой проблемы нет никакого выхода. Но это не совсем так, потому что есть несколько других решений, которые вы можете использовать. Но на моей памяти самым нормальным быстрым решением является LD Player. Заранее скажу, что многие... LD Player это полный симулятор смартфона. То есть вы можете идти плеером, пользоваться как реальным смартфоном, играть в игры, пользоваться приложением. Это просто реальный смартфон, но у вас на рабочем столе вашего ПК. И предостережение, никакие пароли и доступы там не водите. Мы не знаем, как это все работает, куда уходит это все. И поэтому это небезопасно. Но тестировать свои мобильные приложения, это вполне нормально. И он идеально для этого подходит. Кроме того, он работает намного быстрее, нежели родной симулятор. Итак, если у вас такая проблема, что у вас не устанавливается ваш родной симулятор, то смотрите это видео. А мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе. Оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе. Мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций. Ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Для установки LD-плеера, который будет являться у вас аналогом для, скажем так, родного Android-симулятора, вы заходите на этот сайт, ссылка на этот сайт будет в описании под видео, и кликайте по кнопочке «Скачать LD-плеер». У вас начинается скачивание файла, в итоге будет скачен вот такой значок. Теперь нужно его установить, да, ваш этот LD-плеер, поэтому вам нужно два раза кликнуть на ягодный герлычок, который у вас скачался. Вход в такое окно, да, и вышло окошко, вышел установщик LD-плеер, установить, и пошла установка. Теперь нужно дождаться, чтобы установка завершилась. У вас в браузер откроется такое окошко, вы теперь браузер можете, давайте это свернем, и это свернем. И в установщике, во-первых, у вас два ягодка появилось, в дальнейшем нужно будет пользоваться вот этим LD-плеер 4, и я в окошке, окошко такое запустилось, в установщике, что все готово, можно запустить. Запускаем, и пошла загрузка. Закрыть. Вот тут VT хочет, но он включен, просит вас включить. Нам для, скажем так, тестирования наших приложений не нужна эта функция, поэтому просто кликаем вот здесь наверху закрыть, и пошла настройка, запуск вот этого нашего симулятора. Это вот такой большой симулятор, но мы его потом переориентируем на смартфон. Давайте я сверну, и вот этот установщик, который у нас был, файл установки, он теперь не нужен, можем переместить его в корзину. У нас останется два вот таких файла, но нам нужен именно LD-плеер 4 в дальнейшем для запуска. И хочу обратить ваше внимание, сейчас мы будем настраивать, у вас Android Studio не должна быть запущена. То есть запускаем мы Android Studio потом. Вот если у вас зависает на 94%, это всегда так происходит, поэтому ждите, пока он не запустится. Это только один раз так долго, когда запускается сам симулятор, как LD-плеер. В дальнейшем все намного быстрее идет. Вот видите, запуск Android у нас. Все, запускается наше устройство, да. Теперь наверху, вот видите, такое вот колесико, кликаем. Допустим, выбираем телефон, выбираем, допустим, 720 на 1080. Так, модель, вот поставили. Модель выберем, допустим, Samsung и выбираем, какую хотите модель. Любую, это не важно, не важно. И дальше другие настройки. И здесь отладка по ADB. Создать локальное подключение. Еще раз, правда, все у нас. А, давайте заново. Смотрите, здесь телефон, в модель. Здесь мы выбираем модельку. Сохранить. И он говорит, что у нас для того, чтобы все изменения вступили в силу, нужно перезапустить. Перезапускаем. Потом опять же все еще проверим. Без подсказок все-таки поставим галочку и закрыть, чтобы все время не напоминало. Тут при запуске у вас окошечко выходит, да. Но нам не нужно это окошечко. Просто этот симулятор, основная его идея в том, что можно на компьютере играть как в смартфоне как будто. И вот видите, у нас уже сразу ориентация поменялась. Он стал другой формы, то есть был такой вытянутый как планшет. Сейчас он стал уже как смартфон. Но опять же, это все можно уменьшить. Запуск Android идет. Вот так, доводите до окошка. Можете вот так вот уменьшить до нужного вам размера. И давайте в настройки переходим. Опять у нас выбрал телефон. Отлично. Моделька. Ну, модель тут все время слетает, поэтому это не столь важно. Самое главное, вот другие настройки. Создать локальное подключение. Все у нас все работает. Отлично. Сохраняем. Теперь, что мы должны сделать? Мы должны с вами, насколько я помню, перейти. Вот сюда кликаем. Давайте я сейчас увеличу чуть-чуть, чтобы было. Вот приложение. Нам нужно настройки. Ну, то есть, как все в смартфоне. Нам нужно сейчас включить режим разработчика на нашем виртуальном смартфоне. И как вы видите, сейчас мы откроем. И у нас тут началось скачивание LDStore АПК. Да? Нам нужно подождать, пока загрузка эта завершится. И вот режим настроек. Да? Мы спускаемся вниз. Вниз. Здесь система. Вот система. Заходим о планшете. И здесь мы должны найти номер сборки. И 10 раз кликаем по номеру сборки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Нас подозревают. Мы стали разработчиком. Далее. Вот тут есть кнопочка назад. Назад. И ищем. Где уже у нас тут есть режим разработчика. Вот, для разработчиков. Заходим сюда. И самое главное, что нам нужно сделать здесь. Включить отладку по USB. Вот. Внизу видите? Отладка по USB. Окей. Так, а что-то пошли. Ну, вроде бы, как все. Давайте мы с вами выйдем отсюда. Выйдем отсюда. Назад. Видите? Все. Теперь мы запускаем. Не выключаем LD Player. Он должен работать. И теперь запускаем Android Studio. Вот. Как видите, запускается Android Studio. У меня сейчас загружается мой, скажем так, пед проект. То есть, такой черновой проект. По разработке приложения. Сейчас он загружается. И, как вы можете видеть, пока он загружается, наверху у меня появилась надпись эмулятор 3.5.4. Это, собственно, есть этот эмулятор. Но нам нужно дождаться, пока все просканируется. Все просканировалось. Смотрите. Да, вот. Эмулятор. Как вы видите, у меня больше никаких других виртуальных. Нет устройств, да? Только эмулятор 3.5.4. И давайте запускаем и считаем. Раз. Два. Сколько секунд пройдет? У вас при запуске, перед запуском появится такое вот сообщение. Установка выполнена. Иншоп. Ну, плюс. Примерно за 90 секунд загрузилась. Но это за того, что у меня, во-первых, запись идет с экрана. Видео. Во-вторых, у меня видео загружается на YouTube. В-третьих, тут он начал установку еще Google Play. Да. Ну и плюс собирался проект. Так обычно, ну, за минуту собирается. Ну, и вы можете посмотреть, что тут все работает. Там можно походить. Ну, как бы все работает. Можете уменьшить. Да, вот так вот. Как удобный размер. Но, опять же, у нас ориентация смартфона. Мы можем посмотреть, как все выглядит. Вот это очень хороший способ использовать этот симулятор. Если у вас родной не ставится. Он не ставится в том случае очень часто, когда у вас либо старый процессор, либо что-то еще не так. Уже именно с вашим железом нужно менять компьютер на более современный. И бывает, симулятор, он очень такой привередливый в этом плане. Поэтому это очень хороший способ использовать этот симулятор. И еще одно предостережение. Не пользуйтесь этим симулятором, как полноценным устройством, заменяющим реальный смартфон в плане проверки почты, в плане просмотра видео, в плане, ну, пользования именно этим симулятором мы можем пользоваться именно, как и для тестирования смартфона. Но никогда не вводите сюда где-нибудь свои данные. Непонятно, как он будет работать и какие ваши данные пропадут. То есть именно не вводите никакие свои пароли. Очень многие в интернете именно предостерегают это. А пользование симулятором, как проверки ваших приложений, это безопасно, это самое то, что вам подходит. Когда, допустим, если вы установите реальное свое устройство или родной симулятор, как же мы можем удалить? Все просто. В поиске вводим установка и удаление программ. Он удаляется, как обычное приложение, обычная программа. Выбираете имя, там, по дате установки. И вот, LD Player, да, и удалить. И все, и удаляете. В общем, вот такая вот классная штука. Вы можете ее использовать, если родной симулятор у вас не ставится. В общем, про такую вещь я хотел вам сегодня рассказать. С вами был проект Мабу. Я с вами прощаюсь. И до встречи на нашем субботнем подкасте. Будет очень интересно. Всем пока.